Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород круглый год. И хочу вам показать очень интересное растение. Да-да, интересное растение, но не гладиолус, которого видите вот на переднем плане. Гладиолус он тоже шикарен. У меня очень красивые расцветки гладиолуса. Ну, уже перецветают в основном они. А хочу я вам показать травку, которая находится сзади гладиолуса, на заднем плане. Это не просто травка, это есть спаржа. То есть я вам хочу показать, как выглядит спаржа летом. Видите? Вот та травка, которую украшают и раньше. Украшали букеты, его называли холодок еще. Мы видели, знали, но не знали, что это и есть спаржа. Спаржа вообще считается царской травой, царским овощем. Потому что в былые времена это была роскошь. И простые люди, простые бедняки, они не могли позволить блюда и спаржи. Так вот, вот как выглядит спаржа. Но сейчас ее не употребляют. Срезают спаржу ранней весной, то есть в конце марта, в апреле месяце. При благоприятных условиях, потому что она любит и влагу, и тепло. Поэтому вот такая вот спаржа у меня растет. Она любит светлые места. Она у меня росла в саду, но стала, в общем-то, для нее уже там тень. Поэтому перенесли ее прямо в огород. Как садила, я показывала, снимала видео. А сейчас вот хочу обратить ваше внимание, что на фоне, возле спаржи, я люблю высаживать гладиолусы. И у меня вот такие вот букеты прямо в огороде. Ну, уже перецвели мои букеты в основном. Но еще можно застать. Ну что ж, я вас познакомила с внешним видом спаржи. Как она выглядит именно летом. А кто хочет узнать больше про нее, посмотрите видео, которое я снимала весной. Как же мы выращиваем, как пересаживаем, как срезаем спаржу. А вам я желаю всего самого наилучшего. Всем пока!